И еще очень хорошо в первом ряду плакать. Здесь есть пару мест, если хотите поплакать, то приходите. Вот тут свободно, да, Ванда придержала два места для плачущих. Можно плакать, и только я буду видеть. А вот здесь, на первом месте, идите сюда, садитесь, плачьте. Мы вас поддерживаем. Здесь все свои, чего вы боитесь? Неспособность заплакать зависит от того, что человек не чувствует себя в безопасности, потому что он боится, что его слабостью воспользуется. Вот почему человеку нужны все эти виды теплых отношений, для того, чтобы он мог спокойно проявлять свои эмоции, и таким образом возвращая свою любовь. Возвращая свою любовь. То есть каждый раз, когда человек способен выразить правильные, адекватные, негативные эмоции, он снова возвращается к тем вещам. К желаниям, к своим желаниям, к благодарности за это желание. И когда человек вдруг почувствовал особо сильную благодарность каким-то людям, которые помогли ему достигнуть желаемого, он чувствует большую любовь. Большую любовь. Невозможно чувствовать любовь, если тянет благодарности. И невозможно чувствовать благодарность, если ты никогда в жизни не знал, за что толком тебе благодарить, потому что ничего толком не знал, что ты хочешь. Представляете? Я бы сейчас сказал, Ванда, пожалуйста, приготовьте угощение. Сейчас для всей жизни саранного угощения отношения. Пустрицы! И люди пошли с тазами по рядам, подтягиваясь. Ну, знаете, как, ну, это что, быстрее, как в аэрофлоте, там на подносе кармель разносит, да. И вот раздают устрите вам. И я говорю, давайте, кому соль надо, подходите, туда-сюда, лимон, там, все, туда-сюда, все, обучаете. И вы так взяли его в руки. Вот я бы уверен, что кто любит устрить, поднимите руки. Одна рука. Три. Четыре. Четыре руки на зал. А я всему залу заказал. Привез из рейки. Гуляем, вынушайте, угощаем. И вы взяли так аккуратно в руки. И те, кто вообще их никогда не видел, я, наверное, до сих пор их, наверное, видел, может быть, видеоматериал. Ну, ничего. Вы смотрите, я говорю, ешьте, ешьте. Я обижусь. И вы так, я говорю. Я говорю, мадам, вы прячьтесь в сумочку, не надо прячьтесь, ешьте. Что вы скажете в этом случае? Вы будете мне благодарны. Слава, еще есть такой семинар, Сан Берчич, такой семинар. Особенно устрите. Я говорю, до вас чуть не вырвало. Что вы прихотворяетесь? Вы не сможете быть благодарны, потому что это не то, что вы хотели. И какая-нибудь спокойная, искренняя женщина подойдет ко мне после семинара и скажет, в самый лучший, в следующий раз, если захотите угостить, по крайней мере, поинтересуйтесь, что в этом городе идет. Для начала. И это будет честно. Потому что мы не можем чувствовать благодарность за то, что нам не нужно. Но мы получаем то, что нам не нужно, и будем получать то, что нам не нужно, до тех пор, пока мы не поймем, чего мы хотим. Люди удивительно кажутся иметь. Все люди хотят вам служить. Но проблема в том, что они хотят служить вам так, как им это хочется. Да? Я просил у мамы собачку, она в очередной раз мне на день рождения принесла братика. Я ей сказал, отнеси обратно в магазин, поменяй собачку. Кто был в восторге от книжки, подаренной на день рождения, или рубашки? Мальчишки особенно. Рубашка – это самый хитовый подарок для мальчика 10-12 лет. Особенно советская рубашка. Просто клеточку, тупо. Большие разочарования, правда? Потому что нам, взрослые, часто дарили то, что они считали нам надо просто, и все. Ну, то есть, чтобы это не покупать, можно подарить. Нас не сильно спрашивали, чего мы хотим. Если товарищ в Москве до сих пор помнит это глубокое разочарование, что мы подарили какую-то полную фигню. В его понимании. Хотя для детей, нам это казалось, тоже стоящая вещь. Мы же деньги на нее потратили. Дело не в том, что ты покупаешь стоящие вещи, а в том, что ты покупаешь или даришь то, что человеку нужно. Но очень трудно подарить ему то, что нужно, если ты не спросишь его, что он хочет. Или он не знает, что он хочет. Или спросишь, что он хочет, и он скажет, «Кто мы? Женщины!» – отвечает толпа. «Чего мы хотим? Не знаем!» – отвечает демонстрация феминисток. «Но мы это хотим прямо сейчас!» Вот это «чего не знаем!» «Но хотим мы уже в гневе, что нам это не дают!» «Когда в конце концов?» Ну хорошо, мы немножко сессию вопросов и ответов остановим, потому что «Как развивать и поддерживать веру?» – хороший вопрос. Вера человека рождается из силы желания. То есть человеку, вчера мы об этом говорили, может быть, автора записки не был. Тот, кто не имеет желания, не может развить веру. У вас нет желаний. Где подтверждение вашей веры? У вас нет желаний? Я просто готова принять все, что мне Бог пошлет. Я говорю, ну и как? Послал? Да, всякого послала меня. Насяльника. Послала мне насяльника. Много послала насяльника всякого мне. Я говорю, слушайте, и как вы собираетесь к этому относиться, к тому, что пришло? Все с благодарностью. Я говорю, вот это то, что произошло. И третья степень онкологии? Да, это же помогает мне очиститься. Я говорю, только никому не рассказывайте. Вы сделаете пару сотен атеистов, Саратовина. Пару сотен атеистов, людей, которые знают о вашем духовном подвиге в таком настроении. Вы знаете, какие люди выздоравливают? В онкологии, в онкологических отделениях давно известна история. В российских, американских, любых. Что те люди, которые смиренно несут свою карму и терпят не очень хорошее обращение персонала, терпят апельсины родственников, которые неизвестно зачем часто приходят, и просто, ну типа, ну давай, ты уже определись. Не могу лицами годами носить? Эти люди умирают. И до последнего, когда о них читают о некрологии, звучит вот примерно такая хинея. Эта женщина до последнего дня, перенеся уже три химиотерапии, продолжала заботиться о своей семье, выполнять общественные обязанности, беря на себя еще большую общественную нагрузку. Она жертвовала в свою церковь и участвовала в паломнических походах там и так далее, движениях там и тому подобное. Она не прекратила и даже приходила на встречу одноклассников. Несмотря на то, что не могла уже ничего есть, ее все время рвало. Поэтому эта женщина прожила жизнь самопожертвования, самоотдачи, совершенно бескорыстную жизнь, лишенную полностью хоть какого-то интереса к жизни живой женщины. Понимаете? И смысла, кроме того. Вот этого надо написать внизу. Это надо написать внизу. И удивительно, как эта женщина вообще так долго продержалась. Но парадоксально, что выздоравливает совсем другая категория людей. Если они выздоравливают, то они просто потому, что они посылают врачей, грубо, всяко, и далеко. Ругаются с персоналом, прогоняют родственников. Говорят, я от твоих апельсинов с такой рожей здесь сидит, нечего, он говорит. Видишь, подыхаю, ну и что, что подыхаю, подохну. А сидеть здесь киснуть не надо. Иди занимайся своими делами, возьми свой апельсин и ешь сам. Все, вот такие люди выздоравливают. Потому что они от гнева, особенно женщины. Когда женщина в гневе, у нее есть все шансы выздороветь. Знают врачи, но молчат. Или не понимают, или не комментируют после этого. Потому что человек, который подавляет эмоции, подавляет жизнь. Никаких шансов нет выздороветь, если ты подавляешь эмоции. И чувствуя приближение и усиление болезни, еще больше подавляешь, думая, что надо стать смиреннее, чтобы Господь меня не отправил в ад. Я говорю, подам, вы уже в нем. Причем с детства, на самом деле. Это не началось в клинике, это было с детства. Вы в нем живете с детства. У вас нет ни своих желаний, ничего. Вы живете при двух условиях. Одна американка сказала этот рецепт. Как? Вы сейчас американок, не сильно цените? Но тем не менее. Мутроамерикан. Хорошая женщина. Она сказала, что у женщины есть два пути в ад. Говоря об аде. И о том, как женщина боится попасть туда. И поэтому старается до последнего дня своей жизни быть очень хорошей для всех. Первое. Жить так, чтобы никого не разозлить. Второе. Жить так, чтобы никого не огорчить и не расстроить. Два пути в ад. Именно для женщины. Именно для женщины. И почему она это делает? Потому что не имея свои собственные эмоции, не имея свои эмоции проявить, она настолько наполнена эмоциями своими, уже под завязку, что говорить о том, чтобы я могла бы вызвать и вытерпеть эмоции других людей, просто вообще нет шансов. Я не вытерплю их. Потому что у меня своих вот так вот, они уже здесь. Поэтому я просто хожу на цыпочках, никого не трогаешь, чтобы в итоге не трогали меня. Я боюсь, что если я кого-то разозлю, и это начнется конфликт, или кто-то будет сильно расстроен, я должна буду иметь дело, что? Со своими собственными эмоциями. Я к этому не готов. Потому что их так много, что я боюсь, что я не справлюсь. И я боюсь, что процесс не остановится. Я боюсь, если меня прорвет. Это одна из иллюзий самых больших, что страх перед эмоциями. Что если я начну проявлять эмоции, то я не остановлюсь. Потому что моя мама после ухода отца или измены отца, она пребывает в депрессии глубокая, она плачет, своими она в унынии. Вроде бы она проявляет эмоции, да? Но это ей не помогло. Так? Но фокус состоит в том, что эмоции имеют особенную природу. Они живут по принципу «мы с Тамарой ходим парой». То есть они никогда не уходят поодиночке. Человек может очистить сердце, только если он переживет все эмоции. Все четыре. Страх, гнев, скорбь, чувство вины. Если человек выбрал одну удобную форму, женщины выбирают одну удобную форму. Например, только скорбь. Или еще лучше, только позитив. Или только скорбь, депрессия. Или только страх. Женщина, очень трудно с такой мамой жить рядом. Страх всю жизнь. Страх за все. За все. За меня, за... Уже вроде я взрослая, все равно она звонит мне. И посылает 96... Своей 37-летней дочери, она посылает вечером 96 звонков сначала. Дочка берет телефон, 96 звонков. И в конце есть смс-ка. «Посперезвони мне, я вся из Виланса!» Что случилось? Подожди, я живу здесь 37 лет в этом городе. Да, у нем есть опасности. И да, сейчас поздний вечер. Но самая большая опасность в этом городе. Это женщина, которая посылает 96 звонков где-то за один вечер. Ничего опаснее ее нет. Итак, мы сегодня с вами. Будем говорить о том, как наполняются эти сосуды любви, о которых мы говорили. Это два параллельных сценария. Вы смотрели такой фильм, в котором... Какой-нибудь фильм, вспомните сейчас, в котором две параллельных линии шло. Например, часть событий развивается в настоящем, а часть событий показана в средние века. Фильм «Фонтан», например, был такой. По-моему, три линии было сюжетно. Первый июля фильм. А? 31 июля. Ну, это фантастический фильм. Ну, просто бывает, режиссер выбирает. У нас две такие линии, и вы увидите, как эти линии соединятся. Одна линия — это эмоции. И это то, что объявлено. Но вторая линия — это что? Отношения, виды отношений, витамины любви. И они между собой очень-очень тесно связаны. Совершенно невозможно и практически бессмысленно говорить об отношениях, если не говорить об эмоциях. Почему? Вы знаете, какое главное препятствие в том, чтобы построить каждый из этих видов отношений? В чем у вас главное препятствие в том, чтобы, в конце концов, оставить в покое несчастную женщину, которая вас родила, и найти любовь матери из любого доступного в Саратове источника? У матушки-ягумени какой-нибудь из церквей или монастырей, или пустыней. У соседской бабушки, которая давно похоронила своего сына, давным-давно похоронила его, спился, бедолага, и живет одна. У мамы своей одноклассницы, которую вы отлично знаете, обожала вас на зависть одноклассница, больше, чем ее саму. Почему не пойти и не взять любовь? Почему не пойти и не взять бескорыстную любовь того, кто хочет ее дать? Иногда даже выглядит, что корыстно. Например, вы находите психолога, и хороший психолог – это отец или мать на прокат. На прокат. Просто вы просите, вы служите ему тем, что даете деньги, но оценить то, что хороший психолог делает для вас, невозможно никакими деньгами. Вообще невозможно. Потому что человек тратит воодушевление, терпение, энергию и свои силы жизни. Я рекламирую своих коллег, получается. Но действительно хороший психолог. Хороший – это означает не тот, который обещает вам, что через 10 сессий, каждый из которых стоит соответствующее количество рублей, у вас начнутся изменения. Хороший психолог – это человек, с которым вы сели в купе, Саратов-Москва, поезд. Есть какой поезд? Прямой? И в этом купе человек настолько согрел вас, вот случайно получилось, что женщина ехала, какая-то бабушка ехала, даже не в Саратове села, она где-то в области села по дороге, куда-то там поехала, к внучке, дочке. Так вот за сколько часов идет поезд? Наверное, часов 16, да, мне говорят? Вы такую терапию получили, вы столько любви получили, бескорыстной материнской любви от человека в купе, который вы даже имени не сразу узнали, сколько вы не получили за всю жизнь. И точно так же может быть хороший психолог. Это значит, одна сессия всего лишь, и вы уже спасены, вам уже хочется жить. И он не делал ничего особенного, он просто был бескорыстен, несмотря на то, что взял с вас, например, 5000 рублей по курсу сейчас или неважно. Дело не в этом. Человек отдал свою жизнь, отдал свое участие. И знаете, в чем подвиг настоящего психолога? Знаю этих людей просто. Знаю хороших людей. Здесь есть представители одной очень светлой, сильной организации, как она называется, «Психология третьего тысячелетия». Этот человек, сколько бы вы ему ни дали в момент встречи или консультации, как бы вы ему ни служили, ни выражает почтение, навсегда размещает вас в свое сердце. То есть вы становитесь родным человеком для него. И он печется и заботится о вас всегда. Он не может забыть ваше. Он может забыть ваше имя, но никогда не забудет вашу ситуацию, и не забудет ваши скорби, не забудет ваше желание, к которым вы стремитесь. И вместе с вами будет желать, чтобы это произошло. Поэтому кто-то из психологов сказал, что в 21 веке, по-моему, Карл Юнг или Виктор Франкл, я сейчас могу ошибиться, что Виктор Франкл, скорее всего, что в 21 веке священник маскируется под психолога. Я знаю очень много священников, замаскированных под психологов. Я знаю блестящих психологов, которые выступали в обществе как священники. Они выступали нехорошие священники, но при этом потрясающие психологи. В Русской Православной такой церкви происходит. Православный университет в Москве на Красной площади, практически близко к Красной площади, не помню, как на месте называется. Один из факультетов православного университета, где обучается знание Библии, закон Божий, как раньше. Один из предметов или один из факультетов – психология. Православный, Российский Православный университет. Люди изучают психологию, люди, которые устранены к духовному. Не мудрено психология переводить как наука о душе. Мне нравятся подписи на записках типа «важно». Типа «остановится» – не важно. Просто не разве ты что-то написали. Откуда брать желания, не навязанные обществом, а свои истины? И чем усиливать эти желания? Человеку нужно в какой-то момент выйти из контекста. Например, молодому человеку могут сильно помочь в путешествии. Если человек отправляется в путешествие, например, в совершенно другую культуру. Например, в Индию. Но не в Индию, где та же самая культура приедет за вами. Вместе со всеми пляжами, с бананами, параглайдерами, скейтбордами, серфингами, ресторанами, кондиционерами. А уехать в ту культуру, которая вообще не похожа на вас. Там пожить. То есть человек разобуславливается. Или пожить, например, в монастыре, никуда далеко не уезжая, поехать в пустыню, посовершать немножко послушничество. Если оно не свойственно вам, такая жизнь, пожить там. Происходит разотождествление и исчезает влияние, по крайней мере, привычное, накатанное влияние общества. Может быть, какое-то влияние будет новая среда оказывать, но оно не будет привычным и не будет скольсийным. Поэтому вы сможете побыть какое-то время никем. Или путешествие, например, в горы. Скажем, в Гималайи, например. Человек отправился, а в горах ты никто. Ты человек, который может не встать в любую минуту. Вот кто ты в горах. Мой дорогой товарищ, один очень близкий друг мой. Монах в ведической традиции. Он возил с собой людей в паломнические туры в Индию. И в прошлом году произошло очень тяжелый случай. Автобус со ста пассажирами практически сорвался в пропасть. Он отвечал за этих людей. Это были соотечественники ваши русские. Поэтому это непростая вещь, такие путешествия. Но она дает рискованная вещь. Но самый главный продукт этих путешествий в том, что ты там никто. Не в смысле никто и зовут тебя никак. Униженное положение. Отжался, упал, отжался. Но никто. Бам! Нет, в таких туры не ездите. Никто в смысле от тебя нет никаких ожиданий. Самое главное взрослых нет, которые на вас, возложив свои надежды, ожидают, чтобы вы оправдали их доверие. Нету людей, нету общества, нету соседей, которые внимательно за вами следят. Нету родственников, которые оправдаться, ждут их доверие, чтобы вы оправдали. Вы можете быть в свободном, в самом красивом смысле слова, не тем, целый месяц. И вот благодаря этому человеку удается понять свои желания. Потому что когда он из этого контекста уходит, даже ехать на курорт не помогает. Потому что на курорте еще более безумные вещи. Там ты совсем делаешь то, что ты не хочешь. В основном то, что ты не хочешь. Потому что уплоченное надо делать. Все к бассейну лежишь в бассейне. У нас в Юрмале был такой парадоксальный эпизод в Юрмале. Одно из лет я из регистрирую, что в Лапре. Сейчас много полемики идет. Русские звезды ругают Юрмала. Не очень-то нам и хотелось. А вот пиши, агрызается. Говорит, а не очень-то вы нам и нужны были в Юрмале. И в Юрмале картина плюс 40 градусов. Одно лето накрыло Прибалтику. Сейчас климат очень сильно колеблется. Плюс 40 градусов. Из-за изменения давления и ветра температура воды стала парадоксальным образом. Плюс 12 градусов. Ты не представляешь, что такое плюс 12 градусов? Войти невозможно. Боль ужасная, ноги сводят, невозможно войти. Но люди... Мы вышли с товарищем на пляж, приехали на машине. Весь пляж был, я бы сказал, усыпан телами полуживыми. Люди лежали при 40-градусной жаре, даже не додумываясь встать и уйти. Потому что купаться было невозможно. В воде не было никого. В воду невозможно было войти. Если бы это был бассейн возле финской бани, тогда хотя бы можно было прыгнуть. В Юрманский, в Рижский залив нельзя прыгнуть. Полчаса идешь тебе по колено. Очень пологое дно. Люди лежат часами при плюс 40 градусах. И не уходят. Почему? Потому что это психоз. Это массовый психоз. Надо лежать. Я встретил в одном из курортных мест таких холмы, пещеры. Такое очень живописное место в 70 километрах от Риги. Тоже осенью люди туда ездят. Вся Рига едет туда в выходные. Там все на листопад приезжают. Называется. Сигул, да. И называют. Ратвийской Швейцарии. У всех есть Швейцария. У вас тут тоже есть Швейцария. Целых две горы. Волжская Швейцария. И люди приезжают просто. Просто пришел в октябрь и надо ехать. Я встретил товарища. Он был уже измотан. Он уже много ходил со своими друзьями. Я говорю, ну и как вы тут? Все хорошо? Там были? Там было? Там. Как поживать? Да, все хорошо. В какой-то момент разговор он сказал, ну ладно, я пойду. Надо еще ходить. И вот так вот вырвалось. Представляете? Таким несчастным совершенно винным. Несчастным. Я говорю, еще надо ходить. Выходные не кончились. Надо еще ходить. Молодой человек. Люди безумные. На курортах люди меньше делают того, чего хотят, чем где бы то ни было. Даже в Саратове вы чуть-чуть более свободны. Хотя предполагается, что на курортах мы делаем то, что хотим. Сейчас. Попробуйте пойти на мою лекцию на курорте. Как на вас посмотрят? Ты сейчас с ума сошла? Русские делают такое. Они приглашали меня на курорт и проводили витриты. Непростые это лекции, я вам скажу. Особенно если люди пьющие, я вам очень легко утром давать лекцию на курорте. Я вам честно скажу. Для одной большой компании, мощной компании, совет директоров, корпоративное совещание. В 9 утра я остановлюсь перед залом на задних рядах, в которых лежат пьяные мужчины 40-50 лет. Они приходят в себя, потому что они гуляли до 4 утра. А утром начальник приказал пойти на лекцию к Руслану Моршевичу. Начальник, депутат Государственной Думы в Москве. То есть серьезная личность, с ним лучше не смотрят. И вот ко мне пришли слушатели. Поэтому я хорошо представляю, что происходит на курорте. Поэтому советую вам выйти из контекста, научиться бывать там, где вы можете быть никем. Немножко никем. То есть никому не обязаны ничем. Не обязаны быть никакими. В смысле не оправдывать ничьи ожидания. Быть просто самими собой. То, о чем вы, возможно, забыли совсем. Возможно, забыли. Поэтому сейчас мы сделаем с вами перерыв. Вы еще чуть-чуть почувствуете, подвигаетесь. И потом мы перейдем к теме нашей непосредственно сегодняшней, которая касается переживания кризисов людей, которые не наполнялись, не успели наполнить свои сосуды на определенный этап в жизни. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ